В спорткомплексе «Волейград» второй год подряд проходит соревнование по волейболу высокого уровня. Спортсмены оценили условия организации турниров в Анапе на отлично. Проведение соревнований разного уровня, всероссийских и международных, в Анапском Волейграде – вклад в развитие и популяризацию олимпийского вида спорта. У профессиональных спортсменов свой особый взгляд. Я очень рад, что имел возможность находиться здесь, потому что комплекс, само собой, очень понравился. Понравился то, что Анапа уже второй год подряд организует под эгидой ФВБ турнир. И, само собой, есть какие-то проблемы текущие, но все они решаются буквально сразу. Спортсмены рассказали журналистам о планах на этот сезон и последующие. Мужская сборная по волейболу после соревнований в Анапе поедет на чемпионаты в Москву и Берлин. Затем после небольшого перерыва в Африку. Женская сборная России по пляжному волейболу поедет в сентябре в Бразилию. Впереди у спортсменов финал соревнований большого шлема, где будут учитываться результаты малых и больших шлемов. На него, конечно, надо еще отобраться, но тоже такое финальное. Вот, а именно для нас сейчас, наверное, вот эти три недели самые важные. Турнир Анапа Open стартовал играми женской квалификации. Мужской сборной, кубанские спортсмены, бронзовые призеры первого этапа чемпионата России. Константин Семенов, Вячеслав Красильников. Все российские команды начинают игры с основной сетки. Мирового тура серии Open в Анапе по пляжному волейболу с призовым фондом в размере 150 тысяч долларов США в Волейграде проводится с сегодняшнего дня. В турнире принимают участие представители 31 страны. Посмотреть на игры спортсменов олимпийского вида спорта можно бесплатно. В спорткомплексе Волейград завершится турнир 1 июня. Субтитры создавал DimaTorzok